Североамериканская цивилизация Анасази, ее культура и архитектура. Из цикла древние цивилизации. В Северной Америке общины не достигли такого культурного уровня, как цивилизации ацтеков, майор или инков, как из-за низкой плотности населения, так и из-за полукачевой деятельности их народа. Но были среди них и очень похожие на анские культуры, оставившие археологические следы урбанизации и строительства. Культура Анасази Представителями одной из таких североамериканских цивилизаций являлись Анасази, чья культура берет свое начало около 1500 года до н.э., а с 7 по 14 век занимались фермерством и строили храмы для ритуальных и астрономических целей. Они жили на территории сегодняшних штатов Нью-Мексико, Аризоны, Колорадо и Юты. Сегодня эту культуру называют «предковым народом Пуэбло», так как они являются предками коренных американцев, которые живут вдоль Экирио-Гранди, в Аризоне и Нью-Мексико. Хоть свои археологические следы эта культура оставила еще в 1500 году до н.э., расцвет цивилизации пришелся на 10 век. К этому времени народу Анасази удалось построить процветающую экономику, основанную на эффективном сельскохозяйственном планировании и охоте. Их деревни, в которых они жили, часто отличались монументальной архитектурой. Они их забросили в 1250 году и построили другие, в более труднодоступных местах. Письменности у Анасази не было. В городе Кастель-Рок, в штате Колорадо, в ходе раскопок было обнаружено место, поведавшее страшную историю этого народа. Старый город был заброшен примерно в 1274 году, там были найдены сотни человеческих останков со следами резни и каннибализма. Создавалось впечатление, что какая-то враждебная цивилизация пыталась истребить этот народ, но последующие исследования показали, что также, как и майя, Анасази сильно пострадали от длительного периода засухи. С этого начались их беды, которые привели к резкому упадку культуры. Пытаясь выжить, Анасази прокладывали каналы для орошения полей, что привело к истощению грунтовых вод и гибели местной растительности. От голода жители деревень начали есть друг друга. Это открытие подтвердили найденные разрубленные для извлечения костного мозга человеческие кости. Таким образом, Анасази погубила не враждебная цивилизация, а засуха и голод. Великие каньоны Анасази В результате археологических раскопок были обнаружены колоссальные сооружения цивилизации Анасази в виде огромных зданий. Один из них, Песчаный каньон, состоит из 420 комнат, построенных, заселенных и потом всего через 50 лет заброшенных около 1200 года. В 1888 году еще в одном каньоне шириной около полутора километров и длиной 19 километров, Чака, нашли остатки большого комплекса в виде подковы, Пуэбло-Бонита. Он был построен в 1100 году и состоит из 700 комнат. Эта развитая цивилизация строила великолепные здания и была знакома с наскальным искусством, так как на стенах каньонов обнаружили сцены сбора урожая и охоты. Пуэбло-Анасази называли свои деревни, состоящие из домов, построенных из сомана, кирпича-сырца с добавлением мелкой истертой соломы. Дома строили многокомнатными, обычно прямоугольной формы, иногда пяти- или шестиэтажными. Деревни имели вид гигантских многоярусных ступеней. Их окружали высокие каменные стены, а дома были хорошо защищены, двери и окна сооружались только на втором этаже, куда вели подъемные лестницы, которые убирались в случае опасности. Хранилища для продуктов питания и воды располагались на верхних этажах зданий. Пуэбло по соображениям безопасности строили у вертикальных каменных стен или на вершине холма. Искусство и наука. В каждом здании одна большая комната отводилась для ритуальных собраний. Из этой комнаты открывался доступ в подземный ход, который ввел в другую тайную комнату, называемую Кива и предназначенную только для мужчин, где они проводили религиозные церемонии по посвящению в свои кланы. Но в Киву вел не только подземный ход, они имели и выход – круглую дыру в центре, благодаря которой, как верили Анасази, можно было общаться с высшими силами земли и духами предков. В Киве кроме религиозных обрядов иногда проводились неформальные встречи жителей деревни и политические собрания. Женщины туда не допускались и свои ритуалы проводили в других местах. На стенах Кивы изображались сцены повседневной жизни племени или священные образы. Стиль искусства Анасази изобиловал прямыми линиями и геометрическими фигурами, которые располагались по всему периметру стен в линейном узоре. Краски добывались из богатых месторождений минералов, а настенные росписи выполнялись в теплых тонах на штукатурке. Древние Пуэбло каньона Чака между девяцатьюстами и 1150 годом являлись одними из главных культурных центров цивилизации Анасази. До XIX века в Северной Америке оставались 15 крупных комплексов, построенных ими из блоков песчаника, которые они добывали и перевозили на большие расстояния. Выяснилось, что Анасази обладали неплохими астрономическими знаниями. В них были специальные обсерватории для наблюдения лунных и солнечных циклов и для записи результатов этих наблюдений. Эти знания накапливались столетиями и целые поколения народа Анасази вели астрономические наблюдения и были хорошо осведомлены о многих небесных явлениях. Пуэбло были заброшены еще до прихода на эти земли белого человека из-за засух и нападений атабасков, предков Апачей. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.